Мы продолжаем рассказывать об актерах, сражавшихся с фашистскими захватчиками. Он предпочитал эпизодические роли, из которых мог вылепить что-то уникальное. Доримар из «Приключений Буратино», «Волк из красной шапочки», «Гойский на ленте Москва слезам не верит», фотограф большой переменен. Блистательный, характерный и комедийный актер Владимир Басов снялся в более 80 картинок. Однако по душе ему была ближе режиссура. Мечты и стремления одаренного молодого человека не сломила даже Великая Отечественная война. Что бы ни было, вживаться, самому себя содрать шкуру, вывернуть наизнанку, снова напялить и улыбаться. Такая работа. Не видение огня, а его наведение. Вот искусство, говорил Владимир Басов. Он жил без оглядки и почти ничего не писал и не рассказывал о своей жизни. А между тем, за его ролями и работами стояло офицерское прошлое. Вы почему опять летаете на малой высоте? Я больше не буду. В следующий раз лишитесь первого талона, ясно? Ясно. Знаменитый актер родился 28 июля 1923 года в Курской области. Его семья часто переезжала, так как отец был красным командиром. Его не стало, когда мальчику было 8 лет. Школьный выпускной Владимира Басова пришелся на 20 июня 1941 года. Было решено поступать во ВГИК. Он очень хотел стать режиссером. Его мечта сбылась, он поступил. Но позже страшная война подкралась неожиданно. Вместо институтов девятиклассники оказались в окопах. В начале войны Басова пригласили в театр Красной Армии. Но в его голове не укладывалось, как можно играть, когда нужно палить. Жизнь закалила нас, научила сразу и навсегда отличать врага от друга, человека мужественного от труса и предателя. Мне надо было выжить. И войну я вспоминаю, несмотря на весь ее ад, самым прекрасным временем в своей судьбе. Война стала моими университетами. А истинный аттестат зрелости мое поколение получила у стен Рейхстага. Владимир Басов ушел на фронт в июле 1941 года. Говорят, он даже изменил год своего рождения. Сначала лейтенант интендантской службы Басов служил начальником клуба 4-й отдельной стрелковой бригады. За отличную организацию художественной самодеятельности в боевых условиях. Был награжден медалью за боевые заслуги. А потом его военная судьба делает крутой поворот. Он становится минометчиком. Немало подвигов совершила его батарея. 23 февраля 1945 года Басова ранили, но он вернулся в строй. Все погибли. У орудия остался Басов. И он один отстрелился от фашистов. Подбил танк. Фашисты отошли. Приехал, как в кино, генерал. Или кто-то там. Сказал, кто такой? Он говорит, рядовой Басов. Он говорит, теперь ты Басов, лейтенант. На фронте Басов часто писал письма матери. Ответы от нее получал почти каждый день. В задержанных боях по всему фронту земля дыбилась от артиллерийских ударов. С той и с другой стороны. Выглядишь из брендажа. Муравью не уцелеть в этом аду. В таких условиях связь, глаза и уши едва ли не важнее самой артиллерии. Наружный провод ничем не защищен. Обрывы. Один за другим. Задача найти обрыв провода. Восстановить связь и вернуться в блиндаж. Вернулся. Снова обрыв. Идет следующий. Из семерых остаются шестеро. Пятеро. Четверо. Трое. Войну Владимир Басов закончил в чине капитана и в должности заместителя начальника оперативного отдела 28-й отдельной артиллерийской дивизии прорыва резерва главного командования. Имел все шансы остаться на военной службе и сделать блестящую карьеру, но предпочел уволиться на гражданку. В 1947 году Басов поступает в Афгик на режиссерский факультет в мастерскую Сергея Юткевича. Мечта маленького Вовы сбылась. Далее его ждет успех как автора-сценариста. Одной из лучших работ стал фильм 1968 года «Щит и меч». А сколько их еще будет? Также Владимир Басов запомнился не одному поколению искрометной игрой в кино. Он сыграл в более 80 картинах. Главным ролям предпочитал эпизодические. Для зрителей он был яркой вспышкой. Стоит вспомнить фотографа в большой перемене, волка из красной шапочки. Ребята, договоримся на мосту. На кого работаете, ребята? На хозяина. А мы на маму. Вы слышали, ребята? Мама. Мама! Жизнь талантливого человека полностью счастливой быть не может, несмотря на отдушину. В работе, в личной жизни Владимира Басова были потрясения. Это подкачало здоровье мастера. Но, несмотря на пережитый инсульт и частичную парализацию, он продолжал служить кинематографу. Великий актер и режиссер умер 17 сентября 1987 года от повторного инсульта. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok